Совершенно особую роль в судьбе Украины играет Британия. Премьер-министр Борис Джонсон и министр иностранных дел Островного государства Лиз Трасс уговаривают Киев и лично Зеленского ни в коем случае не заключать никакого мирного соглашения с Россией, а продолжать воевать, несмотря на потери, обещая помощи даже ядерный удар по России. Зеленский развесил уши, верит в чудо и продолжает самоубийственную для Украины линию. Англия же блефует, совершенно не думает о цене продолжения военных действий для Украины и украинцев. Ей важнее, как там считают, истощить Россию и заявить о себе, как о смельчаках, что говорят с Москвой, угрожая ей. Так, совершенно пренебрегая реальной картиной, Лиз Трасс на этой неделе заявила буквально следующее. Мы будем продолжать движение дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию со всей территории Украины. Во-первых, кто это мы? Это что, признание того, что и Британия на Украине реально воюет против России? Во-вторых, о каком движении дальше и быстрее идет речь? Сейчас процесс планомерного перемалывания основных сил украинской армии в Донбассе. Итог предрешен. Куда и с кем движется Лондон? Впрочем, траекторию можно и прочертить. Особенно после того, как премьер Борис Джонсон заявил, что если Россия применит на Украине хоть какое-то оружие массового поражения, то Британия без консультации с НАТО, далее цитата, оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар. Вот здесь разберем поподробнее. Известно, что Запад замышляет на Украине провокации с постановкой якобы использования России на Украине химического оружия и даже тактического ядерного. С них там станется. Опыт самых диких постановок большой и в Сирии, и уже на Украине. То есть Борис Джонсон готов в ответ на такую злоумышленную постановку нанести по России ядерный удар, но ведь это он имел в виду. Звучит не иначе, как угроза нападения на Россию. Или они там уже совсем не отдают себе отчета, что говорят. Именно после неадекватных слов министра иностранных дел Британии Ли Страс, что все может вылиться в конфликт России с НАТО, президент Путин привел наши ядерные силы сдерживания в особый режим несения дежурства. Попросту говоря, мы сейчас наготове. А что будет после слов Бориса Джонсона об ответном ударе по России? Вообще на британских островах, похоже, заговариваются. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты сорват достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Все уже подсчитано. Более того, подсчитано самими британцами. Чтобы никто не обижался на радиоактивный пепел, процитирую журналиста английской Daily Mail Уилла Стюарта о российской ракете «Сармат», самой мощной в мире. Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно обойти противоракетную оборону США и уничтожить территорию размером с Техас или Англию. Это всего лишь один пуск, Борис. А Англии нет. Раз и навсегда. Зачем заигрываться? Другой вариант погрузить Британию в морскую пучину – российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну – цунами высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них может быть еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то. И как перспектива? А ведь Путин предупреждал. Еще 24 февраля. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. А потом еще раз для запоминания уже на этой неделе. Не прямо ли к англичанам обращался? Подчеркну еще раз. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее событие со стороны и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты. Если говорить о решениях, то это, конечно, приведение наших ядерных сил в особый режим несения дежурства. Это раз. Два, наверное, еще есть решения, о которых не говорится публично. А, три, это указ президента России от 2 июня 2020 года об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Там сказано черным по белому, в каком случае Россия применит ядерное оружие. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения. Мы точно не хотим такого развития. Так что и британцам не стоит этого хотеть. И еще одна важная деталь. Россия железно не планирует использовать ядерное оружие на Украине. Сергей Лавров неоднократно об этом говорил. Да и нет на Украине таких условий, чтобы подобное стало оправданным. Выдумку о столь диких планах запустил в публичное поле директор ЦРУ Уильям Бернс. С его легкой руки и пошел гулять миф о возможном использовании российского тактического ядерного оружия. Потом тему подхватил Зеленский. За ним уже Борис Джонсон стал грозить России ударом якобы в ответ. Давайте успокоимся. Вопрос слишком серьезен, чтобы кривляться.